Всем привет! С вами Ольга Чернова и моя огородная азбука. Вот я снова зашла в ту теплицу, где я высаживаю томаты. И так как у меня один уже томат цветет, следующий собирается вон там цвести, я хочу сегодня рассказать, поговорить на тему опыления томатов. Многие из нас знают, что томаты они самоопуляющиеся, им не нужно. Как другим культурам ни пчелок, ни других насекомых, чтобы их опыляли, они у нас опыляются сами. Но обычно период цветения приходится на то время, когда у нас уже тепло, все двери теплиц открыты, дует ветерок и вот именно при таком покачивании на ветерке происходит опыление цветка томата. Но что делать вот с теми томатами, которые высаживаем мы очень рано? Ведь есть любители высаживать томаты рано. Вот, например, я к их числу тоже принадлежу, отношусь. И вот когда мы высаживаем рано, на улице еще довольно-таки прохладно, и двери теплиц у нас обязательно закрыты. Томаты стоят, не шелохнутся. Вот у меня вот тот тоже уже зацветает, уже растрескивается. Вот видите, они стоят вообще без движения, вот вообще ни малейшего. И тут у нас существует опасность того, что цветы не опылятся, засохнут и просто отпадут. И будут как так называемые пустоцветы. В том году многие спрашивали, почему цветы томатов опадают, нет завязи. Чаще всего это недопыление. Не то, что недопыление, а вообще не опыляются цветы. Что нужно делать? И летом я говорила, что когда вся теплица цветущая, уже все цветут, но не позволяют погодные условия открывать двери. Бывают же там ураганная погода, какие-то дожди, холодно. Я показывала, как я хожу и просто палочкой по колышкам вот так иду, и по всем рядам один колышек трону, другой третий. И получается, как бы я искусственно создаю, создается у томата такое же движение, как при ветре. Вот когда раз колышек, и он все. Если у вас нет колышков, но также за веревочку, то же самое нужно делать и сейчас. Короче, вывод такой. Если нет ветра, если вы не открываете двери, нужно опылять вручную. Прям подойдите к хитомат или по стволику вот так вот. Ни в коем случае не трогайте цветок руками. Некоторые пытаются опылять вот так вот, цветок шевеля. Его вот эту часть очень быстро можно сломать, отломится. Нужно стволик трогать, вот пальчиком стволик. Раз, несколько раз, все. Вот именно когда цветок вот в такой фазе, видите, вот тот у меня уже запустился, он два, одно из двух. Он или опылился, там формируется томат, или он сейчас засохнет, отпадет. Через неделю я вам покажу. Но я все-таки приходила, я его шевелила, но уже поздно, когда он уже третий или четвертый день свел. Вот два-три раза вот так за неделю придите, сделайте, и у вас, я больше чем уверена, завяжется томат, помидорка, будет первый плод. Потому что очень жалко потерять первые плоды. Вот именно сейчас формируются вот на этих кистях здоровые такие, сформируются томаты, но если они не опылятся, у нас будут стоять в безветренную погоду, в закрытой теплице, то мы можем потерять первую кисть. Все, вот этот короткий видеоролик о том, что если у вас двери закрыты, если никакого ни ветра, ни сквозняка нет, вообще томаты надо проветривать, они любят это, то нужно опылять томаты вручную. Если они у вас на шпалерах, пройдите палочкой по веревочкам, вот так пошевелите, все они потрясутся, и пыльца попадет туда, куда нужно. До свидания, с вами была Ольга Чернова о дополнительном опылении томатов.